Самой резонансной новостью уходящей недели стало нападение на сотрудницу телеканала Матч ТВ, произошедшее ночью у телецентра Останкино. Инцидент случился 6 июня около половины третьего ночи, когда на возвращавшуюся с работы женщину напали три гражданина Узбекистана и совершили над ней групповое насильственное действие. Каждый день появляются новые подробности в этом деле. Один из нападавших пытался сбежать на родину, второй охранял своих соучастников во время преступления, а третий сменял первого в процессе издевательств. На кого работали мигранты? Обо всем этом и не только и поговорим в нашем выпуске. Просьба поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Нужно отметить, что разбирательства по этому делу ведутся оперативно благодаря мужеству и стойкости жертвы. Сотрудница телеканала Матч ТВ нашла в себе силы обратиться в полицию в первые часы после нападения, произошедшего возле Останкино. Благодаря решительно действиям жертвы, первый нападавший был задержан уже через 40 минут после подачи заявления. Его сняли с самолета. Второй задержанный уверял, что не сделал ничего страшного и просто стоял на стрёме, чтобы никто не мог помешать двум его соучастникам. Третий менялся с первым. По данным Следственного комитета Москвы, все трое нападавших были пьяны в ночь преступления. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье изнасилования, совершенная группой лиц. Назначены судебно-медицинские, психолого-психиатрические и генетические экспертизы. Несмотря на пережитый ужас, женщина смогла вызвать полицию и уже утром правоохранители провели рейд на стройке неподалеку. В итоге были задержаны все насильники после проведения процедуры опознания. Кадры задержания быстро распространились в интернете, поскольку вся страна с напряжением следила за развитием событий. Для задержания преступников были привлечены сотрудники ОМОН, что предотвратило попытки бегства. Судебное заседание провели без задержек, а каративно доставив троих обвиняемых в суд. В сети были опубликованы кадры из зала суда, на которых можно детально рассмотреть всех троих преступников. Хотя, честно говоря, смотреть особо неночто, а безображенные интеллектом лица, затравленные взгляды, не тени раскаяния, лишь осознание того, что ближайшие годы они проведут в местах лишения свободы по весьма неудобной статье. С реалиями тюремной жизни им еще предстоит познакомиться. Это тот редкий случай, когда выйти сухими из воды не выйдет. Ситуация моментально вызвала широкий общественный резонанс, и дело взял под личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, информационную поддержку в освещении этого громкого дела оказывает гендиректор телеканала Матч ТВ Тина Кандилаки, которая также оказывает всевозможную помощь пострадавшей стороне. Медиаминеджер заявила, что приложит все усилия для того, чтобы виновные получили максимально строгое наказание. Напомним, по подозрению в совершении преступления были задержаны 22-летний Живахир, 24-летний Мухреддин и 25-летний Бунет. Позже фотографии всех троих обвиняемых, сделанные в отделении полиции сразу после задержания, были опубликованы. Согласно имеющейся информации, один из насильников пытался сбежать на родину, но был задержан силовиками по пути в аэропорт. Примечательно, что в материалах дела будет фигурировать один отягчающий факт – все трое узбеков находились в состоянии алкогольного опьянения в момент преступления. Хотя такой статистики официально не ведется, по данным сотрудников правоохранительных органов, около 90% преступлений мигрантами совершаются в состоянии опьянения. На этом фоне особенно странно слышатся заявления лоббистов завоза незаменимых специалистов, которые утверждают, что все мусульмане придерживаются строгих норм и не употребляют спиртные напитки, а пьют только ароматный зеленый чай. Тот вечер станет дорогим уроком для троих любителей выпить. В отношении НИФ было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ, предполагающей наказание до 10 лет лишения свободы. Да, максимальное наказание действительно составляет 10 лет, но следует подчеркнуть, что случай вызвал широкий общественный резонанс, и маловероятно, что судья смевчит приговор. Пока что все трое обвиняемых находятся под арестом на два месяца, что должно быть достаточно для следователей, чтобы собрать все необходимые доказательства и передать дело в суд. К сожалению, Следственный комитет не указывает, на какой именно стройке работали трудолюбивые насильники. Между тем, застройщик должен нести серьезнейшую ответственность за своих сотрудников. Хочется надеяться, что люди, извлекающие выгоду из труда мигрантов, сполна компенсируют пострадавший причиненный вред. Хотелось бы, чтобы застройщики России проявили гражданскую волю и подписали некую декларацию об основных принципах приема на работу иностранных граждан и установили в ней собственную меру – ответственности за преступления, совершаемые высококвалифицированными специалистами. Ведь что получается сейчас? Мухридин работает, приносит прибыль условному Динару или Виктору, обитает на выделенной этими добрыми людьми территории, находится в России только потому, что имеет эту работу. То есть все выгоды получает застройщик, а когда приглашенный им специалист срывается с цепи, предприниматель оказывается совершенно ни при чем. Россияне резко отреагировали на произошедшее и требуют самых строгих мер в отношении преступников. Но народное недовольство не может расти бесконечно, когда-то оно найдет выход наружу. Если мигранты не боятся полиции, законодатели остаются безучастными, русские люди могут начать применять силу, что может привести к печальным последствиям. В некоторых регионах местные жители вынуждены объединяться для защиты своих территорий от чужаков. Одни присоединяются к общественным движениям, другие создают чаты самообороны и патрулируют районы. Так, например, жители московского поселения Сосинское, находящегося рядом со Старой Москвой. Еще осенью 2021 года организовали отряды самообороны из-за того, что мигранты превратили их жизнь в кошмар. В чате публиковались просьбы о сопровождении женщин до дома. Вечером страшно выйти, мигранты ходят группами, часто слышим выстрелы. Полиции явно не хватает, сказала тогда одна из местных жительниц. Теперь давайте посмотрим на то, как у нас решаются проблемы, связанные с мигрантами. Недавно Александр Бастрыкин жестко критиковал депутатов Госдумы за отсутствие мер по ужесточению миграционного законодательства. Несмотря на возмущение спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, депутат Михаил Матвеев привел перечень отклоненных законопроектов, направленных на усиление миграционной политики. Законопроект о резиновых квартирах отправлен в архив. Законопроект о запрете продажи оружия мигрантам из Средней Азии лежит под сукном. Проекты законов о лишении гражданства за тяжкие преступления и уклонение от мобилизации также не были одобрены депутатами. Отменили законопроект, который бы запрещал выдачу огнестрельного и травматического оружия тем, кто получил российское гражданство не ранее, чем через 10 лет. Но разве они мало натворили? Напомним, на днях Александр Бастрыкин озвучил шокирующую статистику. По словам председателя Следственного комитета РФ, в текущем году рост особо тяжкий в преступлении, совершенных незаменимыми специалистами. Составил 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 27% зафиксирован рост числа преступлений против половой неприкосновенности и преступлений в сфере наркотиков. Преступления экстремистского характера выросли в сравнении с АППГ на 147%. С детьми ситуация и вовсе устрашающая. По словам главы ИСКА, только в Москве за первые полгода текущего года мигрантами было совершено 103 преступления насильственного характера в отношении несовершеннолетних. Это на 87% выше аналогичного периода прошлого года. Верхние строчки списка педофилов занимают выходцы из Узбекистана и Таджикистана. Впрочем, удивляться не приходится. По словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, за последний год в нашу страну въехало 9 миллионов иностранцев, большая часть которых – выходцы стран Средней Азии. И тут мы узнаем, что на днях в Кабардино-Балкарии была пресечена деятельность бандитской группировки под названием «Шариатский патруль», члены которой совершали противозаконные действия в отношении людей, чей образ жизни не соответствовал их религиозным убеждениям. Полиции были задержаны 10 жителей республики. Установлено, что 40-летний местный житель города Тернеауза является организатором этой экстремистской группы, которая начала свою деятельность в марте 1917 года. За это время радикалы переманили на свою сторону 9 человек из города. Члены шариатского патруля осуществляли надзор на территории города и его окрестностей, выявляя граждан, поведение которых не соответствовало их радикальным убеждениям. Жертвами блюстителей стали как минимум 14 человек. Как установило следствие, люди подвергались психологическому давлению и избиению палками. Организатор экстремистской группы был обвинен по статье Уголовного кодекса о создании экстремистского сообщества. А в отношении девятерых участников были возбуждены уголовные дела за участие в бандитской группировке. Каждый день мы слышим подобные новости, и этому конца и края нет. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!